Представители девяти субъектов Дальнего Востока встретились в ДВФУ. Это летняя школа, но не совсем обычная. 800 человек. И у всех горят глаза. Они поклонники единоборств. Принимают участие в масштабном фестивале «Восточный дракон». У нас очень много соревновательных моментов в течение года. У каждого свои мероприятия. А этот фестиваль сделан больше для общения, для тренировочного процесса. «Восточный дракон» объединяет сразу несколько спортивных федераций. В их числе каратэ Киокусинкай. Несколько дней участники посещали тренировки. И вот наступил долгожданный момент. Экзамен на повышение квалификации. Здесь ребята могут перейти на новый уровень. Алена раньше занималась балетом. А потом решила сменить вид деятельности. И сейчас готовится к получению черного пояса. Мои родители тоже тренеры по каратэ. Тоже у них черные пояса. Они всю жизнь, как я их знаю, занимались каратэ. Поэтому лет шесть назад они меня затянули своим успехом. Вдохновили. И я решила, что тоже хочу заниматься. А другой участнице постижения боевого искусства дается не так легко. Ее наставник Роман Князев внимательно следит за состоянием ученицы во время тренировок. Полгода назад она получила травму. Сейчас эта неприятность может дать о себе знать. Но Роман поддерживает свою подопечную как может. Только вперед, что все хорошо, что ничего страшного, что нужно потерпеть. И идти до конца, не сдаваться. Уже немножко осталось до конца экзамена. Большая часть позади. На этот фестиваль приехали не только дети, но и взрослые участники, которые хотят улучшить свои навыки. Это такой вид, к которому можно прийти в любом возрасте. У меня были ученики, которые начинали тренироваться их в 60 лет. Тренировки по восточным единоборствам позади. А впереди у участников летней школы культурно-патриотическая программа. Посещение достопримечательностей Приморья.